Елена вовсю готовит детей к первому сентября и заодно пытается объяснить. Теперь звонки из школы только в крайних случаях, чтобы, не дай бог, к директору не вызвали. И телефоны выдаю, не для игр на уроках. Елену понять можно. Старшие учатся во вторую смену, маме хочется всегда быть на связи и с сыном, и с дочерью. Позиция официального ведомства тоже понятна. Вот документ, который уже получили все российские школы. Это заключение экспертов Минпросвещения, Рособорнадзора, а также Роспотребнадзора. Документ объясняет, чем же мобильники в школах опасны. Из доклада следуют. Гаджеты на уроке отвлекают ученика, мешают учителю. А еще смартфоны часто воруют. Устройства, как выяснилось, становятся причиной драк на переменах. И, по мнению медиков, вредят детскому здоровью. Казалось бы, нас там в школе учили, сидеть там, спинку держим и так далее. Здесь же мы уже в какой позиции застали себя с этим гаджетом, так и находимся. Поэтому это, конечно, заболевание опорно-двигательного аппарата. В Минпросвещение решение объявить войну мобильникам в новом учебном году приняли не в одиночку. Оказывается, специалисты ведомства вместе с коллегами из Рособорнадзора, также Роспотребнадзора, провели опрос. Простой. Стоит ли ограничить использование мобильных устройств в школах? И вот, согласно данным официального сайта Министерства просвещения, итоги таковы. 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничения. Но что значит ограничения? Забирать телефон нельзя, запретить вовсе, как вот в этой грозненской школе. Мера непопулярная. Самый простой и, так сказать, гуманный способ обязать ученика во время урока выключать смартфон. Но как проследить, чтобы он тихонечко под партой его не включил? Вопрос. Заслуженный учитель, доктор педагогических наук Евгений Ямбург убежден, запретный плод сладок, поэтому запрещать гаджеты нельзя. Я думаю, что пройдет некоторое время, и даже на экзаменах итоговых будут разрешать пользоваться гаджетами, и будут поставлены такие вопросы, которые нельзя скачать или сдуть, как говорят. Впрочем, запрещать никто ничего и не планирует. Внимательно дочитав до конца документ Минпросвещения, становится ясно, это лишь рекомендация, в первую очередь, для классных руководителей, которым в начале учебного года нужно будет собрать родителей, дать документ почитать и попросить их принять решение, какие звонки должны звучать в классах, только школьные или и телефонные тоже. Артем Колодкин, Алена Антонова, Денис Шуйский и Александр Викторов. Телекомпания НТВ.